Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Вселюбие чтения Слова Божия! Продолжаем с вами чтение Евангелия Таана, 20 главы, на библейском интернет-портале экзегет.ру Первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. В тот час вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. И так ученики его опять возразились к себе. Евангелист Иоанн рассказывает здесь о себе и апостоле Петре, когда они услышали ту весть от Марии Магдалины, которая пришла ко гробу рано утром по заповеди Божией, оставшись в субботу в покое. Христос был распят в пятницу. Его быстро погребли и не успели все сделать так, как полагается, то есть забальзамировать. Такой был обычай, такой был обряд в Иудеи, чтобы тело как можно дольше сохранилось в состоянии такой нормальности. И она приходит и видит, что пелены развернуты, плат лежит особо. Это, вернее, даже увидели уже ученики, но наверняка и это было ее взору. Можно предположить. И вдруг бегут Петр и Иоанн, Иоанн, как пишет, обогнал его, такие подробности. Заходит первый, заходит Петр, видит, что Христа нет во гробе. И подчеркивается здесь евангелистам Иоанном, что они еще не знали, то есть еще не все исследовали. Это исследование ему еще предстоит о всем, что сказано в Ветхом Завете о Христе, как о Мессии, умершем и воскресшем за рот человеческий. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят, Айжена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, Айжена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Такая трогательная картина, евангельская, многим из нас известная, которая описывается здесь, по воскресению Христовым, когда Мария в слезах, плача о том, что унесли от Господа и не знает куда, скажите, думает, что это садовник, скажи, где его положили, чтобы взять мне его. Но Иисус обращается к ней по имени, и она его узнает. И говорит, не прикасайся ко мне. 17 стих, 17 стих нуждается, да, в особом здесь истолковании. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Вот что по этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Не подходи ко мне, как прежде, ибо обстоятельства изменились, и я уже не буду общаться с вами по-прежнему. То это было бы, если бы он так сказал, неприятно и отдавало бы похвальбой. Но слова «я еще не вошел к отцу моему» были не тягостны и выражали то же самое. Ибо сказав «я еще не вошел к отцу моему», он показывает, что спешит туда и стремится. «А на того, кому предстоит отойти на небо, и кто не будет более общаться с людьми, не следовало смотреть с тем же помышлением, что и раньше». Конец цитаты. Так пишет святитель Иоанн Златоуст. Вот что по этому поводу сказано у Ефрема Сирина. Цитата. «Так он показал им, что когда он был слугой, всякий имел власть над ним, ибо даже мотори и грешники подходили и прикасались к нему. Но когда сделался Господом, то всякому надлежит иметь страх перед ним, подобно страху Божьему. Даже цари и знатные люди убеждают нас в этом, ибо видящие их страшатся к ним прикасаться». Конец цитаты. То есть Ефрем Сирин хочет сказать, чтобы у людей было состояние благовения, благовения перед Богом. Есть такое понебратское отношение в некоторых западных исповеданиях. Христос, Иисус, наш друг, вот можно увидеть их картинки, где они там в обнимку, любой человек идет якобы с Иисусом. Начало премудрости – страх Господень. Поэтому здесь Христос как бы говорит Марии, не прикасайся, пока еще ты не готова прикоснуться к моему Божеству. Когда Дух Святой сойдет на апостола в Сионской горнице, мы помним, это произойдет в городе Иерусалиме, тогда будет прикосновение духовному к духовному, но пока они еще не могут воспринять Христа в том свете, в котором Он явился в Своем Воскресении. По этому поводу можно посмотреть еще истолкование, например, не очень такое оно пространное истолкование, но, на мой взгляд, у Кирилла Александрийского, у святителя, его необходимо нам с вами зачитать, потому что текст такой очень важный. Цитата. «Как свет солнечного луча, касаясь иногда грязных куч или других нечистот Земли, не терпит никакого вреда и остается тем, что есть очевидно незагрязненным и нисколько непричастным зловонию этих предметов, так и божественная причистая природа отнюдь не может воспринять нечистоты от осквернения. Когда же, следовательно, смысл в том, какой же, следовательно, смысл в том, что Он, то есть Христос, остановил Марию, приступившую к Нему и желавшую коснуться Святой Плоти? Укажем на то, что много и различных было причин пришествия Спасителя нашего, но одна из них наиболее важна и указана им самим в словах. Не пришел Я призвать праведников, но грешников к покаянию. Поэтому до Спасительного Креста и воскресения из мертвых, когда домостроение о нас еще не получило подобающего Ему конца, Он вступал в общение как с праведными, так и не с праведными, вкушал пищу вместе с мотарями и грешниками и давал свободный доступ желающим прикасаться к Его Святой Плоти, чтобы всех осветить, призвать к познанию истины и возвести в здоровое состояние больных и сокрушенных болезнями от грехов. Поэтому также сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Тогда с промыслительной целью дозволялось и нечистым еще, имеющим оскверненные тела и души, беспрепятственно касаться самой Святой Плоти, Спасителя нашего Иисуса Христа, и получать все благословения от Него. Когда же, исполнив домостроение о нас, Он подвергся и самому распятию и смерти на кресте, и снова ожил, явив свою природу превосходящую смерть, тогда уже вопрошает и нелегко позволяет уже всем приступающим касаться и самой Святой Его Плоти, давая этим пример святым церквям и своему таинству Евхаристии, который пример указывал нам и самый закон Премудрого Моисея. «Когда в образ Христа повелел закладь Агнца, ибо всякий, говорит, необрезанный не вкушает от него, называя необрезанным, нечистым, по своей природе должно мыслиться человечество, ибо что такое человеческая природа по сравнению с присущей Богу чистоты». И вот внимание. «Итак, пока еще не был послан Святой Дух, ибо Спаситель еще не вошел к Отцу, Он останавливает Марию, как еще не получившую Духа, говоря, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу, то есть еще не послал я к вам Святого Духа. Отсюда пример церкви и пример церквам. Вот почему, внимание, желающим причаститься таинственного благословения служители божественных таинств провозглашают святая святым, святая святым, научая, что приобщение святых и тайн вполне приличествует только тем, которые освящены в Духе». Конец цитаты. Интереснейшее, мне кажется, истолкование, очень такое полное, емкое, дает свидетель Кирилл Иерусалимский. То есть другими словами он говорит, почему-то иногда люди обижаются, что когда подходит, например, человек, там, не исповедовался, и неизвестно, крещеный он или не крещеный, просто подходит, вот идет, смотрит, там, что-то дают. Все подходят, рот открывают, ну, пойду и я открою. Подходит к чаше, священник спрашивает, он видит, как он исповедовал. А вы исповедовались, вы готовились? Да нет, а чего, какая разница? Есть разница, может, иногда бывает, человек и не крещеный. То есть святая святым. Нельзя прикасаться к телу и крови Христова, нельзя прикасаться ко Христу, не будучи посвященным, по Христа освященным, его святыми таинствами. Таинством крещения, таинством исповеди перед святым причастием, это тоже освящение. Освящением Словом Божиим. Нельзя без понимания того, что ты делаешь, прикасаться ко Христу. Поэтому и здесь он останавливает Марию, она еще не понимает до конца, что произошло, поэтому он видит, что для нее это будет повреждение. Нельзя касаться Бога человечества, пока Бога, пока еще человек не готов к этому. Так и апостол Павел пишет, что тот, кто причащается недостойно, то есть прикасается ко Христу, некоторые из вас болеют, а другие даже умирают. Поэтому это не то, что священник не хочет или хочет оттолкнуть человека от Бога, наоборот, предостеречь от преждевременного такого вот соприкосновения с Богом, потому что это будет неполезно. Итак, мы читаем далее. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собираются ученики, вы были заперты из опасений от иудеев, мы видим, что ученики разбежались, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им, вторичный мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Здесь, по сути, Господь еще ученикам, которые ради страха иудейского заперлись и убежали в горницу, Он им дает Таинство посвящает им, здесь учреждается, если хотите так, Институт Священства. Господь дунул на них и сказал, кому простите, примите Духа Святаго, кому простите, на том простится, кому на ком оставите, на том останутся. Здесь возникает тоже такой очень серьезный вопрос. Некоторые люди говорят, ну видите, Дух Святой исходит и от Сына. И тогда получается, что в Филиокве, в общем-то, все в порядке, Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. Но в символе веры, мы читаем совсем другое исповедание. И сам Христос говорит о себе, я пошлю вам Отца, помните, мы читали ранее в главах, я пошлю вам Духа Святого, который от Отца исходит. В чем здесь дело? Дело в том, что Дух Святой может исходить только от Отца. Это исповедание веры в Дух Святого, Госпожитворящего и же от Отца исходящего. Но Дух Святой здесь в данном случае, в непредвечном своем состоянии посылается Отцом, посылается Отцом через Иисуса Христа. Вот как по этому поводу пишут, например, приготовил несколько цитат, например, если в самом Писании совершенно ясно сказано о том, что Дух Святой исходит только от Отца через Сына, сказав это Дуну, и говорит им, примите Дух Святого. «Когда же придет Утешитель, который я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Евангелие Таана 15, 26. То, что мы с вами читали. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец. Есть мое, потому что Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие Таана 16, 14, 15. «Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа». Послание к Титу 3, 5, 6. Видите? «Который излил на нас через Иисуса Христа». То есть, для того, чтобы не запутаться в этой аргументации, важно учитывать следующее. Слова Христа, Дух истины, который от Отца исходит, относятся к внутритроичному бытию, к вечному исхождению, о чем я и сказал, еще раз так почетче зачитать, к вечному исхождению Святого Духа от Отца. Именно они включены в символ веры. В свою очередь, поражение, сказав этот, дунул и говорит им, примите Дух и Святаго, утешите, которые пошли вам от Отца, к божественному промыслу, к излитию благодати Святого Духа, которая в строгом понимании есть благодать Отца, неспосылаемая через Сына и проявляемая в Духе Святом. Вот, например, святитель Григорий Палама пишет по этому поводу, цитата. «И по всей энергии, и по своей энергии Святой Дух также от Отца, также от Сына, будучи вдуваем, посылаем и являем, а по бытию и по стаси своей он не от Сына, а от родившегося, родившего Сына». Ещё раз, цитата. «По своей энергии Святой Дух также и от Сына, будучи вдуваем и посылаем, и являем, и по бытию, и по стаси своей он не от Сына, а от родившего Сына». Ну, это ещё, например, преподобный Иоанн Дамаскин. «Когда слышу, что Дух Святой, цитата, исходит через Сына, помышляя Его, как сопутствующего Сыну, ибо мы узнали Духа, сопутствующего Сыну и являющего Его действия». Конец цитаты. Григорий Богослов, пожалуйста. «Ибо Христос является, согласно Григорию Богослову, раздаятелем Духа, как Бог и Сын Божий, а раздаятель всяко не из себя самого производит, но то, что даёт». Поэтому в символе веры нельзя записать, что Дух Святой исходит через Сына, потому что в символе веры речь идёт не о явлении божественных, нетварных энергий в творении, а о бытие исхождении Святого Духа. Именно о бытие исхождении. То есть, как Христос, как Христос вечно рождается всегда от Отца, так и Дух Святой всегда исходит от Отца. Но есть проявление Святого Духа в Святой Троице. Как, например, Пресвятая Богородица рождает Христа, зачиная от Духа Святого. Не значит, что от Пресвятой Богородицы исходит и Дух Святой в полном смысле этого слога в предвечном рождении, сынка в предвечном. Вот о чём именно идёт речь. Итак, Иисус, сказав им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» 24 стих. «В Фомаже один из двенадцати называемый Близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему «Видели Господа!» Но он сказал им «Если я не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу персты его в раны от гвоздей, не увижу руки, не вложу руки моей в рёбра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришёл Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в рёбра мои и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Видим эту историю, которая в народе называется простым словосочетанием Фома неверующий. Действительно, Фомы здесь не было с учениками. И вот Христос приходит и является учеником двенадцати, кроме Фомы, то есть одиннадцати. И Фома, когда приходит, то ученики говорят «Мы видели Христа». Он говорит «Не поверю». Что здесь важно заметить? Он говорит, что «Пока не вложу, пока не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перст моих в раны от гвоздей. Не поверю в руки его». Здесь опять хочется заметить, что есть такая секта, как «Свидетели Еговы». Они часто рисуют в своих журналах, что Христос был распят не на кресте, они отвергают крест, а на столбе. Наверное, кто-то видел такие рисунки в их журналах, они разбрасывают их по многим городам нашей необъятной Родины, где Христос распят вот так вот на столбе. Вот так вот у него руки крестообразно и здесь гвоздь. Но заметим, что говорится в тексте. В тексте говорится не от гвоздя, если он распят был так, то гвоздь один должен был пробить две руки. Не от гвоздя вложу туда, а от гвоздей во множественном числе. Значит, было два гвоздя. Поэтому советую им читать внимательнее Священное Писание. Если посмотреть в греческом тексте, то там это слово от гвоздей стоит во множественном числе. Итак, еще что здесь важно заметить, опять же, говоря, и обращаясь, если кто-то сталкивался с этой достаточно активной такой группой, сектантской группой свидетелей Иеговы, что здесь Фома во Христе видит не только Господина, но и Бога. Он произносит такую формулу, кто из учеников не произносил никогда. Он говорит, Господь мой и Бог мой. Опять же, если открыть греческий, александрийский тот же коздук, с которым мы все пользуемся, который самодоступный, то мы там увидим это слово сочетание кириосу, теосу. То есть, он говорит о том, что господин ты и господин и Бог. Он называет его с определенным артиклем, теос, что никаких сомнений не вызывает и не вызывает ни у кого, что Фома признает в нем Бога и верует в него, как в Бога. Господь мой и Бог мой, Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженно невидящие и уверовавшие. Много створил Иисус предыдущиками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий и веруя имели жизнь во имя Его. Так заканчивается 20 глава и евангелист Иоанн говорит, что много чего можно было сказать, что еще Иисус сотворил. Где это содержится? В церковном предании. В церковном предании, в 12 апостолах, в Дидахо. Есть и другие повествования о Христе, у отцов церкви. Они говорят, о жизни Христа, уточняют какие-то события, которые записаны в Евангелии. Конечно, ничего нового не придумывая, не прибавляя, не убавляя, но тем не менее мы видим, что евангелист Иоанн говорит, что это только записано лишь бы для того, с одной только целью, чтобы мы, вероя, имели жизнь во имя Его. Игорь Негода,